Знаменитая Чулковская яма под горнолыжкой. Допустим, это берег. Вот, собственно, с этой точкой мы обозначим рыболок. Противоположный берег. Яма Чулкова. Вот так вот она идет. То есть, русловая яма. То есть, в Чулково яма находится как бы ровно посередине водоема. Если говорить ближе, ну как бы к основному берегу, где ловят большинство федеристов, то здесь такой разноуровневый бровочный рельеф. То есть, есть такая как бы череда бровок. Их там три. То есть, есть первая бровка. Она где-то на расстоянии штекерной дистанции, там, 15 метров. Достаточно небольшая. Ну, она крутая, ее прям видно как бы с берега. Потом идет бровочка такая коротенькая. То есть, бровочка как бы перехода уже в основную яму. И, соответственно, собственно говоря, потом маленький подъемчик и опять. То есть, вот здесь есть вот такой, как бы называемый, разноуровневый рельеф с этой стороны. Рыба, в принципе, крутится на всех дистанциях. То есть, и на первой бровке, и на второй. И, соответственно, больше всего ее находится вот в этой яме. Расстояние, расстояние до вот этой основной, ну, самой главной бровки, русловой, оно где-то составляет в разных местах, где-то от 20 метров до 25. Но это, опять же, приблизительная цифра. Потому что в разных местах яма то ближе, то дальше, ну, как бы подходит к этому берегу. Тот берег я, как бы, в расчет не буду брать. Он менее разноуровневый. Вот есть тут такое, как бы, плато. И потом какой-то поливной берег. И тут потом вот бровка. То есть, медленно. Не такой вот, ну, грубый такой, вот именно бугристый свальчик, да? А вот именно такой поливной, как вот просто медленный подъем с той стороны. Течение, течение, ну, вот у нас в эту сторону. Вот тут на многих фотографиях, там, из моих статей, статей многих рыболовок, и вообще, как бы, из интернет-ресурсов, здесь у нас вот этот знаменитый мост. Который видно, там, на этих фотографиях. Я понимаю, вот, просто расскажу, как бы, свою логику. Когда я раньше просто туда ездил, ездил в Чулково, я ловил обыкакую рыбу. То есть, моя задача была получить удовольствие эстетическое от ловли, там, крупной платвы или крупного леща. Но в этом году у меня внутренне осенило, а можно ли как-то рыбу разделять? То есть, можно ли четко ловить или платву, или можно ли четко ловить леща? Долгое время меня разубеждали, говорили, что это полная чушь, там, местные рыболовы и вообще большинство моих, как бы, соратников. Но я на собственном примере доказал, что это не так. Вот, сейчас я вам просто расскажу технологию ловли, там, той же крупной платвы или того же крупного леща. Я вот рассказываю свой ход мыслей. Я знаю, что в яме есть и платва и лещ, есть там и судак, есть там окунь, есть там и карась, и, возможно, есть сазан. Сазан там никогда не ловил. Я понимаю, что у каждого из видов рыб есть своя какая-то место дислокации. Ну, это просто логично. Конечно, они, ну, как бы, стая рыбы, они, как бы, периодически перемешиваются, там, в любом случае, платва с лещом, там, фактически, как бы, кормится приблизительно рядом. Но, если говорить о трофейных особях, да, которые занимают, там, какую-то нишу, вот в этой, как бы, пищевой точке, да, то есть, есть четкие точки, где крутится крупная рыба, есть, где крутится мелкая рыба, есть, где крутится крупная леща, есть, где крупная платва. В этой яме, конкретно, в Чулковской, есть обилие ракушечника. Вот я его ставлю такими маленькими, как бы, точками. Основная струя, да, Москва-реки несет большое количество, ну, там, всевозможного мусора, и в том числе каких-то питательных, там, частиц, там, может, каких-то отходов, может быть, просто какого-то естественного корма того же мотеля, может быть, каких-то еще, ну, мелкого планктона, который там человеческому, ну, как бы, визуально человек даже там не может увидеть. Ну, то есть, несется какой-то мусор, вместе с мусором несется какой-то определенный корм сюда. И вот, чем интересен ракушечник, да? В этом ракушечнике, за счет, ну, того, что он создает, ну, как бы, на дне определенной неровности, этот корм имеет возможность, как бы, застревать. Он застревает там. Плюс ко всему, ракушечник сам по себе является питанием для белой рыбы. Я не хочу, как бы, утверждать, что именно зимой, там, лещ, сазан, там, активно питаются этим ракушечником, но, может быть, просто на основании, как бы, летнего питания, там, у рыбы есть какая-то привычка, да, у крупной рыбы находиться вот именно в районе ракушечника, то есть, вот, находиться на этих колониях, то есть, кормиться внутри них, да, то есть, вот, плавать между этих ракушек, собирать корм, может быть, какие-то открытые раковины тоже оттуда выедать этого моллюска. То есть, вот, из логики моего соображения, вот, крупная рыба действует именно так. И в этом месте ямы, самая сильная струя, самое сильное течение. Поэтому лещ Чулковский, в Чулковской яме, самый крупный лещ, пасется вот именно на этом ракушечном участке. Он находится четко посередине. В некоторых местах он чуть ближе к берегу, в некоторых чуть дальше, но он просто вот именно лежит вот именно таким ковром. В свою очередь, другой корм, который намывается, некоторое количество корма другого, да, который плывет по струе, его прибивает под нижнюю точку ямы, да, вот в эти места. То есть, как бы, его прибивает под, ну, как в самый низ. И вот в этих местах крутятся особи помельче. Мною лично замечено, да, и замечено там некоторыми людьми, которые вот именно с таким же подходом, осознанным ловят рыбу, да, что вот середину занимают лещи, а вот сбоку ямы, то есть вот в этих точках, пасется платва, платва и карась. Вот, возможно, они так и разделили свое место обитания. И логика такова, да, что если фидерист, да, рыболов сможет положить свою оснастку четко на ракушечник, то он будет ловить, у него шанс поймать леща великой, и у него основной улов будет именно в леще, лещовый, да. Если он будет ловить в нижней точке, ну, как бы, свала, вот в нижней точке этой ямы, да, то он будет ловить под бровкой, да, он будет ловить плопу. То есть задача понять, так это или не так, да, я не скрою, что у меня в этом году уже в Чулково было 8 выездов, 8 таких плотных выездов, и были выезды, когда я затачивался только на леща, да, и я его, как бы, раскусил и ловил очень по многу, то есть были такие уловы, что я за зимнюю рыбалку и 12-15 килограмм ловил, а были такие рыбалки, когда затачивался только на плотву и ловил только плотву. То есть это прописная истина. Вопрос такой, что плотва также тусуется, да, если говорить о плотве, вот с этой стороны, то есть она любит вот этот поливной, такой не сильный свальчик, то есть вот этот поливной берег. То есть она крутится еще вот здесь. Просто, возможно, здесь не как бы не столь сильное течение уже ближе к берегу, нет вот такой бугристости какой-то, да, ей там удобно постись, ей там удобно там собирать корм, там кушать, находиться. И также она любит разноуровневые такие некрупные бровки вот в этом участке. То есть она жмется там, где не такое сильное течение, а весь лично в струе. Если теперь конкретно говорить о том, какие я порекомендовал бы снасти и вообще оснастки для ловли в зимний период. Субтитры создавал DimaTorzok